В Крачево-Черкесии началась жатва зерновых и жаркая погода благоприятствует уборки хлебов. В СПК Тахтамыш побывала съемочная группа вестей о уборке злаковой культуры. Репортаж Аллы Динаевой. Спелые золотые колосья пшеницы клонятся к земле, чтобы зерно не перезрело и без потерь собрать урожай. Хлеборобы СПК Тахтамыш в агротехнические сроки начали жатву. Самая жаркая пора, это у нас сейчас уборка урожая и основной акцент ставится на то, чтобы своевременно убрать и качественно убрать наше зерно. А урожай какой? Урожай на сегодняшний день ориентировочно в районе 50 сантиметров с гектара получаем. Это еще начало уборки, еще полностью не можем сказать, что дальше так будет. Дальше, возможно, результаты жатвы злаковой культуры порадуют хлеборобов, а всего в СПК Тахтамыш. А зимы в этом году занимают почти 500 гектаров. Площадь этого поля 65 гектаров. Оберегали культуру от сырников, вредителей, болезней. Но погода внесла свои коррективы, рассказывает главный агроном этого сельхозпредприятия. Сюрпризы погоды. Неожиданные заморозки были, что очень погодно повлияло именно на пшеницу. В итоге на сегодняшний день урожайность очень... Во-первых, из-за того, что нехватка влаги у нас. Уже на протяжении трех лет зимой практически снега нет. То есть это основная влага, которая нужна для выращивания, для сельского хозяйства. Это зимняя влага, то есть снег, которого у нас уже нет. И этой весной как-то неожиданно заморозки очень погодно, скажем, повлияли на качество, на урожайность и на качество зерна. Через пару часов хлеборобы завершат уборку зерна на этом поле и продолжат жатву на других площадях СПК Тухтамыш. А следом за комбайнами здесь начали дискование. Мы это проводим, чтобы максимально сохранить влагу почвы, рассказывают труженики села. С уборкой обычно мы справляемся за 10-12 дней, говорит главный агроном Расул Боисов. А для нашей съемочной группы находиться в такую жару в поле с непривычки сложно, но нас спасали облака, которые периодически прятали солнышко и становилось немного прохладней. Жатва обычно приходится на один из самых жарких месяцев в году июль. Работать на солнцепеке от зари до зари. Работа, конечно, в высшей степени тяжелая, но с этой задачей хлеборобы справляются. И благодаря им у нас на столе каждый день есть хлеб. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.